Долгие годы заводы Севастополя и Крыма находились на грани закрытия. Работать приходилось на старых советских станках, не было серьезных заказов, специалисты уезжали на заработки в другие регионы. Все изменилось после возвращения в Россию. На заводах начали проводить модернизацию, созданы новые рабочие места, заключены многомиллиардные контракты. Количество оборонных заказов растет, поэтому необходимо увеличить производственную нагрузку, подчеркнул глава правительства Дмитрий Медведев. Остается много проблем, которые необходимо решать. Это и изношенность, прежде всего, материально-технической базы многих предприятий. Но, скажем прямо, все они строили в советские времена, и потом там практически ничего не менялось. И по-прежнему недостаточная загрузка их мощностей, в том числе мощностей в судостроениях предприятий республики. Подобные разработки в Севастополе уже ведутся. Один из проектов – ввод в эксплуатацию сухого дока на Севморзаводе. Это значительно расширит спектр ремонтных работ. Сейчас вопрос находится на рассмотрении правительства России. Другая приоритетная задача – получение выгодных заказов. В рамках двусторонней встречи глава Севастополя Дмитрий Овсяников обсудил с премьер-министром один из будущих контрактов. Мы говорили о тех дополнительных мерах, которые позволят увеличить загрузку. Обратились с просьбой по заказу для Севморзавода на плавкран 700 тонн. Вы знаете, ранее мы получили аналогичный заказ на 400 тонн – это 2,4 миллиарда. Сейчас в следующий идет своеобразная битва за заказ. Я считаю, что правительство Севастополя это должно делать. В рамках госпрограммы правительство России выделит Севморзаводу около 8 миллиардов рублей. Часть этих средств направят на закупку нового оборудования и повышение заработных плат сотрудникам. В планах руководства страны – вывести предприятия Севастополя и Крыма на новые рынки сбыта. Мы начали помогать промышленным предприятиям Крыма в получении необходимых сертификатов на производство отдельных видов продукции для выхода уже и на российский рынок, и на зарубежные рынки. Этот процесс, который займет несколько месяцев по предприятиям у нас по отдельным программам, такая поддержка будет продолжаться. На двусторонней встрече Дмитрий Овсянников доложил премьер-министру о реализации социально значимых проектов Севастополя. За 2017 год в городе построили два детских сада, 1 сентября откроется новая школа. Зарешены восстановительные работы на семи участках дорожного полотна. Для дальнейшего развития социальной сферы Севастополя выделят дополнительные бюджетные средства. Соответствующее поручение подписал глава правительства Дмитрий Медведев. Строительство и реконструкция объектов, направленных на развитие системы здравоохранения общего образования, включая дошкольное для города Севастополя, 6,75 миллиардов рублей. Многопрофильный лечебно-диагностический корпус онкологического диспансера в городе Севастополя, 3 миллиарда рублей. Также принято решение о строительстве трассы Керчь-Симферополь-Феодосия-Бахчисарай-Севастополь, которая соединит производственные центры полуострова. На создание дорожной сети выделят более 14 миллиардов рублей. Александр Тимофеев, Сергей Котляренко и Мария Буйлова, информационный канал Севастополя.